Анна пошла в бассейн отеля. Она сразу же заметила три странные детали в этом месте. А вы сможете их заметить? В бассейне нет лестницы, на небе два солнца, а этот парень загорает в зимней куртке. После обеда Анна решила отправиться на морскую прогулку. На причале она встретила трех человек. Боб предложил ей трехчасовую прогулку под парусом и рыбалку всего за 10 долларов. Кайл предложил Анне персональный урок дайвинга за 200 долларов. А Даниэла предложила совершить прогулку на лодке вокруг прибрежных скал. Бесплатно. Но только одно из этих предложений на самом деле хорошее. Можете догадаться, которое? Кайл предлагает завышенную цену. Посмотрите на плакат, висящий на пирсе. Он рекламирует индивидуальные занятия дайвингом за 20 долларов. А предложение Даниэла небезопасно. У ее лодки дырявое дно. Анне стоит принять предложение Боба. Анна очнулась на необитаемом острове в середине жаркого дня. Солнце светило очень ярко, поэтому ей нужно было как можно скорее найти источник воды. Неподалеку есть море, но пить соленую воду нельзя. Она нашла заброшенную хижину, в которой было несколько очень полезных предметов. Две пустые банки из-под краски, одна большая и одна маленькая. Рулон алюминиевой фольги, один бейсбольный мяч, старая пара кроссовок и другие полезные вещи. Какой из дополнительных предметов Анна может использовать в сочетании с перечисленными, чтобы получить воду? Книгу? Горсть мелких камешков? Или пластиковый пакет? Книга, увы, бесполезна. Камешки можно найти по всему берегу. Что касается пластикового пакета, Анна может заполнить половину большой банки из-под краски морской водой, затем поместить в нее банку поменьше и с помощью шнурков от кроссовок натянуть полиэтиленовый пакет на большую банку и, наконец, положить бейсбольный мяч на полиэтиленовый пакет прямо над меньшей банкой, чтобы сделать небольшое углубление. Затем нужно просто оставить эту конструкцию на солнце. Питьевая вода будет испаряться и конденсироваться на пластиковом пакете. Углубление будет выталкивать воду в меньшую банку краски. Анна решила исследовать остров. Вскоре она нашла тоннель и заблудилась в нем. На дне тоннеля Анна увидела три ямы, ведущие к свободе. Но, к сожалению, каждая яма таит в себе какую-то опасность. В первой яме прячется огромный кальмар, во второй яме сидит голодная гиена, а на третьем пути прячется ядовитый дикобраз. Поможете Анне выбрать самый безопасный путь? Анна должна выбрать яму с кальмаром. Они не могут жить в условиях, отличающихся от их морской среды обитания. Если подождать некоторое время, кальмар ослабнет, и она сможет благополучно выбраться. Анна проголодалась и отправилась в джунгли, чтобы найти еду. Но она здесь не одна. Можете найти на этой картинке спрятавшихся животных. В джунглях живут шесть животных. Вот они. Бабочка, аллигатор, кролик, верблюд, змея и олень. Наконец, Анна нашла три куста с ягодами. Все они выглядят аппетитно, но только один вид ягод безопасно есть. Поможете Анне сделать правильный выбор? Ей стоит взглянуть на обезьян. Они держатся подальше от первого куста, потому что это растение мутант. Видите? У него есть зубы, и оно испускает ядовитые газы. Обезьяны лакомятся ягодами со второго и третьего кустов. Но под третьим кустом прячется кобра. Поэтому второй куст – самый безопасный выбор. Анна получила солнечный ожог во время прогулки. Какой предмет из хижины она может использовать, чтобы охладиться? Алюминиевую фольгу, пресную воду из банки с краской или губку с морской водой? Губка с соленой водой только ухудшит состояние раздраженной кожи. А питьевая вода слишком ценна, чтобы тратить ее на купание. Между тем металлическая фольга – отличное средство, чтобы охладить убежище. Анна может покрыть крышу и стены хижины и отклонить часть солнечного тепла. Женя и Света отдыхают на роскошном курорте после изнурительной деловой конференции. Но что-то тут не так. Что именно? Вода в бассейне замерзла. Что не так на этом изображении? В отличие от отражения, на самой женщине нет ожерелья. Давайте выясним, какой магической силой вы обладаете. Не забывайте записывать заработанные очки. А, какое у вас любимое время дня? Утро, вечер, ночь, день. Я не могу выбрать. Б, какой суперсилой вы бы предпочли обладать? Телепортация, сверхскорость, телепатия, сила гиганта, рентгеновское зрение. В. Поздравляем! Вы получили суперспособность. Но с большой силой приходит и большая ответственность. Как вы будете использовать свою суперсилу? Влюбите в себя кого угодно? Будете править планетой? Разбогатеете? Станете отшельником в пустыне? Начнете спасать людей? Г. Опишите свои отношения с другими людьми. Я уважителен и нейтрален. Я не могу представить свою жизнь без друзей. Мне не нравятся другие люди. Я немного интроверт. Мне нравится компания других людей. Да, какой ваш любимый цвет? Черный, красный, синий, желтый, фиолетовый. Е. Магу нужен кристалл. Выберите тот, который вам больше всего нравится. Красный рубин, фиолетовый аметист, белый бриллиант, радужный опал, черный агат. Ж. Каков ваш источник вдохновения? Любовь, соревнования, искусство, природа, игры? З. Что из этого о вас? Я хочу быть популярным. Я довольно умен. Я держусь подальше от драм. Я хочу, чтобы все были счастливы. Я сделаю все, чтобы победить. А теперь подсчитайте заработанные очки и узнаете свою магическую силу. 8-14 баллов. Телекинез. Способность перемещать объекты и управлять ими. 15-20 баллов. Магия стихий. Вы можете управлять огнем, водой, воздухом и землей. 21-26 баллов. Любовная магия. Вы можете создавать идеально подходящие пары. 27-33 балла. Гипноз. Вы можете создавать очень убедительные иллюзии. 34-40 баллов. Исцеление. Ваша энергия исцеляет тела и сердца. Внимательно посмотрите на изображение. Сможете увидеть машину, которая приехала из другого времени. Да, вот она. Взгляните на картинку. Как вы думаете, что на ней происходит? Кто из них лжет? Если вы выбрали вариант А, вы, вероятно, очень независимый человек. Вы предпочитаете не просить других о помощи, даже когда она вам нужна. Если вы выбрали вариант Б, ваша семья – это самое важное для вас. Вы выбираете заботу о других, даже если они неправы. Галя пошла в ресторан со своим женихом Мишей. Вскоре после того, как они закончили восхитительную трапезу, Миша стала плохо. Галя вызвала скорую помощь и полицию. Детектив расспросил персонал ресторана. Официантка сказала, что не притрагивалась к еде. Она просто приняла заказ и передала его шеф-повару. Посудомойка сказала, что всегда тщательно моет посуду высококачественным мылом. Шеф-повар сказал, что приготовил еду в соответствии с заказом. Кто из них лжет? Это шеф-повар. Просто взгляните на его шкафчик и татуировку. Он бывший парень Гали, и он отравил Мишу из ревности. Василий работает в кофейне. Однажды его жена Диана пришла его навестить. Кто из посетительниц его жена? Василий женат на женщине справа. У них на шее одинаковые татуировки. Другие девушки – случайные клиентки. А схожие имена – просто случайность. Григорий и его дочь Мия отправились на прогулку после того, как провели год в разлуке. Взгляните на этих людей очень внимательно. Перед вами шесть человек. Какая из пар – отец и дочь? Вы правы. Федор, безумный ученый, нечаянно оживил мумию. Его творение сбежало из музея. Следуя за мумией, Федор побежал в парк. Взгляните на это изображение. Сможете помочь Федору найти мумию? Она вон там, за киоском с мороженым. Карина собиралась стать историком. После уроков ей нравилось ходить в музей истории, чтобы читать книги и узнавать новое. Однажды, занимаясь в музее, она пошла в туалет и оставила все свои вещи снаружи. Вернувшись, она обнаружила, что у нее пропал кошелек. Наташа сказала, что ей никогда не было дела до Карины и ее вещей. Тимофей сказал, что в это время разговаривал с другом по телефону. А Алиса сказала, что ничего не крала. Кто из них обманывает? Тимофей! В музее запрещено разговаривать по телефону. У Марии было одно правило. Если вечером ее дочери хотели поесть мороженое, то в течение дня они должны были делать работу по дому. Однажды в дождливый вторник она пришла с работы и спросила дочерей, что они сделали днем. Виолетта сказала, что пропылесосила весь второй этаж. Ирина сказала, что занималась стиркой, а Полина полила все растения в саду. Кто в этот день не получил мороженое? Полина! Она сказала, что поливала цветы. Но зачем? Ведь на улице шел дождь. Детектив Соколов должен найти вампира и эльфа. Он знает, что вампир живет в красном доме по левую сторону квартала. Внимательно посмотрите на эту семью и найдите вампира. Вот этот парень. Он проходит мимо зеркала, но не отражается в нем. Теперь вернемся к эльфу. Он живет в желтом доме по правую сторону квартала. Детектив Соколов решил понаблюдать и за этим зданием. К счастью, он заметил только двух людей. Но кто из них эльф? Наверное, вот этот парень. Смотрите, у него заостренные уши. Михаил и Марина позвонили в полицию. Они сказали, что их сын, ученик частной школы, не вернулся домой с занятий. Проблема в том, что он страдает амнезией. Полицейские начали поиски в городе. Они нашли трех подростков с амнезией, которые не помнили свои имена и имена своих родителей. Несмотря на это, полиции удалось понять, кто из ребят сын Михаила и Марины. А вы сможете догадаться? Это парень посередине. Сын Михаила и Марины ушел в школу этим утром и не вернулся. Выходит, на нем все еще должна быть школьная форма. Каждый день Федор пересекал границу двух стран на своем велосипеде с большим рюкзаком. Сотрудники таможни ежедневно проверяли его рюкзак, но ни разу не нашли ничего запрещенного. Однако им все равно казалось, что Федор что-то замышляет. В целом они были правы, только никак не могли понять, что же с ним не так. А вы сможете разобраться? Взгляните, каждый раз Федор едет на новом велосипеде. Он занимается контрабандой прямо под носом у таможенников. Александра возвращалась домой. Трое ее детей были наказаны, и им нельзя было смотреть телевизор. Она подошла к двери и услышала работающий телевизор. Однако, когда она вошла, телевизор уже был выключен. Света была в саду. Она сказала, что последние несколько часов переделывала свою клумбу. Карина была наверху в своей комнате и делала уроки. А Андрей был в гараже и играл на гитаре. Кто из них врет? Конечно, Света. Ну, кто работает в саду в платье? А еще она чистая, и у нее в руках нет садовых инструментов. Олег совершенно не умеет собирать вещи. Отправляясь куда-либо, он то и дело берет кучу всего ненужного. Сегодня он собирается в поход в лес. Загляните в его рюкзак и подумайте, что ему не понадобится в походе. Смотрите, там электрический чайник. В лесу нет электричества, так что чайник он точно может оставить дома. А теперь посмотрите, что Олег берет с собой на выходные в дом к родителям. Что из этого ему не пригодится? У него тут два больших полотенца. Наверняка у его родителей найдется лишнее полотенце. Свои он может оставить дома. Олег собирается в отпуск на необитаемый остров. Он проведет там несколько дней, пытаясь выжить в одиночку. Какие вещи не понадобятся Олегу на острове? Ох, Олег, зачем тебе этот ноутбук? У него же очень быстро сядет батарея. Соня наконец-то поехала в отпуск. Она планирует провести его в Мексике. Соня живет одна, поэтому она попросила свою подругу присмотреть за котом и растениями. Подруга согласилась и забрала кота и цветы к себе. Когда Соня вернулась, она обнаружила, что кто-то заходил к ней домой, пока ее не было. Как Соня это поняла? Соня живет одна. Но взгляните, ей доставили несколько посылок, пока ее не было. И каким-то образом они стоят внутри квартиры, а не снаружи. Каждый будний день Катя съедала яблоко по дороге на работу. Однажды она заметила женщину, продававшую цветы. Женщина подарила мужчине букет и сказала «сэндвич с тунцом». На следующий день это был йогурт, адресованный другому человеку. На третий день это были яйца. Кате стала любопытной, она подошла к женщине, чтобы купить цветы. Женщина сказала «яблоко». В чем же заключалась ее необычная способность? Женщина всегда знала, что ее посетитель ел в последнюю очередь. Саймон был влюблен в новенькую из класса. Наконец он пригласил ее на свидание. Чтобы произвести на нее впечатление, он сказал девушке, что прошел специальную секретную программу обучения. А потом побывал на Луне. У него даже есть фотография. Девушка взглянула на нее, но не поверила Саймону. Почему? На снимке Саймон стоит на Луне. Тем не менее, на заднем плане есть еще одна Луна, что невозможно. Конечно, Саймон неплохо владеет фотошопом, но он определенно не продумал все до конца. Одна богатая и хорошо известная пожилая женщина миссис Стивенсон уже много лет жила одна. У нее была одна интересная причуда. Каждый раз, когда кто-то звонил в дверь, она не открывала до тех пор, пока сначала не надевала пальто и шляпу. Сможете догадаться, почему? Она не знала, кто к ней пришел, пока не открывала дверь. Если ей нравился этот человек, она говорила, что только что вернулась домой и приглашала его войти. Если это был кто-то, с кем она не хотела проводить время, она говорила, что уходит. Миссис Джордан любила музыку, поэтому она отправила свою дочь Джанну в музыкальную школу. Женщина заставляла девочку играть каждый день. Однажды миссис Джордан пришлось уехать в командировку на две недели. Она попросила Джанну практиковаться каждый день, и девушка согласилась. Когда миссис Джордан вернулась через две недели, она тут же поняла, что Джанна не играла на пианино. Пианино покрыто пылью, а это значит, что прошло уже много времени с тех пор, как Джанна в последний раз его открывала. Пришельцы с другой галактики прибыли на планету Земля и решили все тут изучить. Четверо из них превратились в людей и отправились исследовать нашу планету. Но инопланетянам не очень хорошо удавалось притворяться людьми. Взгляните на эти фотографии и попытайтесь найти инопланетянина. Вот первое изображение. Сможете заметить что-нибудь странное? У этого парня голубая кожа. Наверное, он пришелец. На этот раз все чуть сложнее. Видите на этой фотографии фальшивого человека? Сейчас зима и на улице холодно, но на этом парне только шорты. Какая-то нечеловеческая способность переносить холодные температуры. А как насчет этого фото? Присмотритесь повнимательнее к тому, что ест этот парень. Это совсем не похоже на человеческую еду. Ладно, а что вы на это скажете? Вы заметили, что у него шесть пальцев? Наверняка это пришелец. У миссис Лоуренс есть три дочери, которым она не разрешает выходить на улицу после восьми вечера. Женщина была на работе, когда ей позвонила соседка и сказала, что видела одну из ее дочерей в торговом центре. Миссис Лоуренс немедленно позвонила каждой из своих дочек. Мия сказала, что играла в бадминтон на улице. Николь сказала, что у нее была онлайн-тренировка с друзьями. Куин сказала, что играла в компьютерные игры. Какая из девушек сказала неправду? Мия, она не могла играть в бадминтон одна. И так как все ее сестры были заняты, они не могли с ней поиграть. У меня есть подруга Анна. Ее мама – самый необычный человек из всех, которого я знаю. У нее зеленые волосы, она носит юбки с брюками, и у нее есть домашний енот. А еще у нее три дочери. Ее старшую дочь зовут Среда, а среднюю – Четверг. Сможете догадаться, как зовут ее младшую дочь? Ну, раз это мама Анны, то ее третью дочь зовут Анна. В первый день учебы в колледже пропала Руби. У детектива было трое подозреваемых. Миссис Коллинз – директор, Миссис Райт – уборщик и Кэссиди – лучшая подруга Руби. Миссис Коллинз сказала, что ей нужно было сделать промежуточный отчет, и она не выходила из своего кабинета. Мистер Райт сказал, что он даже не видел девушку. Кэссиди сказала, что они провели весь день вместе в колледже, но потом Руби отправилась домой. Кто лжет? Это должно быть директор, Миссис Коллинз. В первый день учебы в колледже вряд ли она могла делать какие-то промежуточные отчеты. Делла и Аврора всегда говорят правду, но в свои дни рождения они всегда лгут. Сегодня 3 сентября, и их друг Марк спрашивает их, когда у них день рождения. Делла говорит, он был вчера. Аврора говорит, завтра. На следующий день парень задал им тот же вопрос, но их ответы не изменились. Когда же у девочек дни рождения? Каждая из них солгала в один из дней, так что эти два дня должны быть их днями рождения. Делла оба раза сказала, что это было вчера. Итак, ее день рождения должен быть 3 сентября, а на следующий день она сказала правду. 4 сентября – день рождения Авроры. Она сказала правду в первый день, а потом солгала в свой день рождения. Четыре финалистки конкурса красоты готовились к своему последнему выступлению. Вдруг Хелен обнаружила, что кто-то испортил ее вечернее платье. Хелен расспросила об этом других девушек. Кортни сказала, что ей делали макияж. Стилист мог это подтвердить. Дженнифер была занята разговором с журналистами, а Келли делала снимки для своего инстаграма. Так кто же испортил наряд Хелен? Это была Дженнифер. Взгляните на ее волосы, она прячет ножницы. Родители уехали за город и на один вечер оставили своего сына Джима и собаку Чаки одних. Был пятничный вечер, и Джим решил устроить вечеринку. Он пригласил троих своих друзей. Когда они подошли, Чаки начал лаять на гостей. Поэтому Джим запер собаку в комнате своих родителей. Полчаса спустя Джим решил навестить питомца. Но когда он открыл дверь, то обнаружил, что собака исчезла. И это несмотря на то, что все окна были закрыты. Джим начал расспрашивать своих гостей. Роб играл в видеоигры. Нора записывала танец для ТикТок в гостиной. А Дэн вместе с Джимом готовил на кухне закуски. Кто украл собаку? Родители Джима подшутили над ним. Видите, они прячутся в кустах, и собака с ними. Взгляните на фотографию. Сможете найти вора? Он прячется за этим деревом. Взгляните на этих обезьян. Три из них отличаются от остальных. Заметили? Эта обезьяна держит на руках своего детеныша. Эта прячет банан. И эта обезьяна смотрит в противоположном направлении. Медсестра Зои получила анонимное сообщение, в котором утверждалось, что в больницу проник вампир. Осматривая палаты, Зои столкнулась в коридоре с тремя людьми. Джулс, Сэмом и Дебби. Помогите Зои выяснить, кто из них настоящий вампир. У Дебби все лицо в красной помаде, потому что она пришла навестить своего парня Сэма. Смотрите, они незаметно держатся за руки. На Сэме тоже можно заметить следы красной помады Дебби на лице и шее. А Джулс несет огромный рюкзак с красным пятном. Должно быть, она украла немного донорской крови. Посмотрите на картинку. Кому удастся сбежать из тюрьмы? Первый заключенный. Замок в его камере уже открыт. А второму заключенному еще только предстоит вскрыть замок. Взгляните повнимательнее на этих женщин. Среди них есть преступница. Сможете опознать, кто из них вор? Это третья женщина. Она держит телефон, принадлежащий четвертой леди, чья фотография напечатана на чехле телефона. Нэнси давно мечтала посетить выставку своего любимого художника. Когда выставка наконец прибыла в ее город, Нэнси позвонила трем своим друзьям, чтобы пригласить их поехать вместе. Но все они отказались. Вэнди сказала, что идет на концерт и уже купила билеты. Шеннон сказала, что заболела и не хочет уходить из дома. А Вике нужно было везти сестру на занятия танцами. Нэнси расстроилась и решила перенести посещение музея на следующий день. Через пару часов Нэнси просмотрела социальные сети своих друзей и очень разозлилась. Одна из ее подруг солгала ей. Кто именно? Это была Шеннон. На фотографии Вэнди она тоже находится на концерте. Утром доктор Джилл прибыла в больницу и отправилась в палату, чтобы познакомиться с новыми пациентами. Когда Джилл их увидела, то сразу поняла, что один из них только притворяется пациентом. Кто именно? Это первый пациент. На фотографии у этой женщины совсем другой цвет волос. Детектива Дэниела попросили приехать в отель, в котором был ограблен самый дорогой номер. Детектив проверил записи с камер видеонаблюдения, но не увидел ничего подозрительного. Он расспросил постояльцев отеля. Кэрон показала ему билет в театр и сказала, что накануне вечером была в опере. Джейн очень устала, поэтому пошла домой и заснула. Гарольд провел весь вечер у бассейна и не заметил ничего подозрительного. Сможете помочь детективу Дэниелу опознать грабителя? Джейн остановилась в этом отеле. Зачем ей нужно было идти спать домой? Была ночь Хэллоуина, и Джой готовила свой дом к вечеринке. Вдруг в дверь Джой позвонили. Группа людей в костюмах крикнула, «Неприятность или угощение?» Джой пошла на кухню, открыла холодильник и обнаружила, что все сладости, приготовленные для нежданных гостей, исчезли. Она позвонила своим трём сёстрам и расспросила их. Бет сказала, что принимала ванну. Мэри ходила за покупками украшений для вечеринки по случаю дня рождения. А Эрик изучала пособия, чтобы сделать лучший макияж на Хэллоуин. Какая из сестёр взяла сладости? Мэри. Она сказала, что ходила за покупками украшений на день рождения, но это была вечеринка на Хэллоуин. Свету попросили описать её сыновей. Она сказала, «Все, кроме трёх, рыжие». «Все, кроме трёх, блондины». «Все, кроме трёх, брюнетты». «И все, кроме трёх, с розовыми волосами». Сколько у Светы сыновей? Правильный ответ – четыре. Один рыжий, один с розовыми волосами, один брюнет и один блондин. Лиза была знаменитой топ-моделью. Во время одной фотосессии её нашли в гримерке без сознания и отвезли в больницу. Доктора сказали, что у неё сильная аллергическая реакция. Однако, очнувшись, Лиза настаивала, что ничего в тот день не ела. Менеджер модели был крайне обеспокоен и допросил каждого, кто был рядом с Лизой. Визажист сказала, что когда она делала Лизе макияж, девушка действительно ничего не ела. Уборщица сказала, что мыла гримерку органическими средствами, не вызывающими аллергии. Главная соперница Лизы, Ника, сказала, что весь день наблюдала за съёмкой и не заметила ничего подозрительного. Это визажист. Единственное, что в тот день могла проглотить Лиза – это губная помада. Посмотрите на картинке. Кто из этих людей сильно рискует? Девушка рискует меньше, так как она сидит на втором этаже, а внизу бассейн. Парень рискует больше. Здание, на котором он сидит, выше. В небе видны облака и самолёты. В миске пять лимонов. Вы забираете три из них. Сколько у вас теперь лимонов? У вас те три лимона, которые вы забрали. У короля была красивая дочь по имени Тереза. Четыре принца из разных стран приехали в королевство в надежде жениться на девушке. Король решил проверить, насколько они умны, и организовал специальный конкурс. Тереза находилась в центре комнаты размером 70 на 70 метров. Принца же стояли на небольших ящиках в каждом из углов комнаты. Первый, кто коснётся руки Терезы, станет её мужем. Принцам нельзя покидать свои места и пользоваться чем-либо, кроме рук и ума. Один из принцев сразу догадался, что нужно делать. Он и женился на принцессе. Что же он сделал? Тереза, подойди, пожалуйста, ко мне. Он попросил Терезу подойти к нему и взял её за руку. Управляющий по имени Георгий получил анонимное сообщение. В нём говорилось, что в супермаркет, где он работал, только что вошёл вор. Георгий побежал в зал и увидел четырёх беременных женщин в продуктовом отделе. Мужчина внимательно посмотрел на женщин, выявил преступницу и позвонил в полицию. Как он догадался? Женщина справа – единственная, у кого нет корзинки или тележки для покупок. Она кладёт продукты прямо в свой фальшивый живот. Представьте, что вы в комнате, где нет ни окон, ни дверей. Как вам выбраться? Просто перестаньте представлять комнату! Валентина решила сделать необычный подарок своему внуку Роме на 18-летие. Она позвала парня в свою комнату, показала ему сейф и дала закупоренную бутылку, внутри которой лежал ключ. Дорогуша, этот ключ от моего сейфа. Все деньги, которые в нём есть, твои, если ты сможешь его открыть. Запомни, тебе нужно достать ключ, не вынимая пробку и не разбивая бутылку. Удачи! Рома принял вызов и начал думать, как решить головоломку. А что бы сделали вы, чтобы достать ключ? Протолкните пробку внутрь бутылки, и вы легко достанете ключ. Посмотрите на картинку, что здесь не так. В отражении девушка держит сумку в другой руке. Аня влюбилась в своего соседа. Она отправилась к местной колдунье Саре за помощью. Сара сказала, что может сделать фиолетовое любовное зелье. В полнолуние Сара взяла листок бумаги с рецептом приворотного зелья своей бабушки. Она смешала все ингредиенты, кроме одного. Внезапно листок с рецептом унесло в камин порывом ветра. Сара была в отчаянии. Она не помнила название последнего ингредиента. Но она точно знала, что зелье должно быть фиолетовым. Помогите Саре доделать работу. Ей надо добавить ингредиент красного цвета. Смешав синий с красным, она получит фиолетовый. Игорь и еще три видеоблогера отправились в жуткий каньон. Они хотели снять видео об этом мистическом месте. Съемки шли весь день, а вечером ребята собрались вокруг костра. Но тут начался дождь, и каждый ушел спать в свою палатку. Утром Игорь проснулся, вышел из палатки и пошел к большой сумке с едой, чтобы взять что-нибудь на завтрак. Тогда-то он и обнаружил, что вся еда пропала. Игорь разозлился. Он разбудил остальных и допросил всех членов команды. Федя сказал, что всю ночь наблюдал за звездами. Женя сказала, что пыталась поймать сигнал Wi-Fi, чтобы созвониться по видеочату со своим парнем. А Саша сказал, что просто спал. Кто из них лжет? Федя! Всю ночь шел дождь. Он не мог видеть звезды сквозь тучи. Оказывается, перед отъездом ваш друг-детектив сообщил ваши контакты всем своим знакомым. И теперь одному из них нужна ваша помощь. Вы приходите в его ювелирный магазин. Несколько часов назад туда пришел клиент, чтобы купить дорогое кольцо с бриллиантом для своей жены. Но прямо в магазине кто-то украл его бумажник. Менеджер, тот, кто вам позвонил, попросил всех посетителей, которые в это время находились внутри, задержаться до вашего прибытия. Вы внимательно смотрите на всех этих людей. Скоро вы понимаете, кто взял бумажник. Это человек посередине. У него повязка на правой руке, но она намотана поверх рукава его куртки. Они находятся под ней, как настоящая повязка. Вы стучите в крепкую коричневую дверь, а рядом с вами стоит женщина с повязкой на голове. Мужчина открывает дверь. Прошу прощения, произносите вы. Час назад из вашего окна выпал горшок с растениями и ударил эту женщину по голове. Мне пришлось отвезти ее в больницу. Сейчас с ней все в порядке. Но вы должны возместить этой женщине ущерб. Можно нам войти. Мужчина бледнеет, но впускает вас. Это просто невозможно, ведь все окна были закрыты, потому что я только что вернулся домой. Я вошел в квартиру буквально за две минуты до вашего прихода. Вы понимаете, что этот человек лжет и звоните в полицию. Как вы это поняли? Вы заметили кастрюлю с кипящей водой на кухне. Если бы этот человек действительно вернулся домой всего несколько минут назад, то вода не успела бы так быстро закипеть. А теперь вам звонит ваша знакомая. И ей нужна помощь. Она владеет продуктовым магазином. Порыв ветра вырвал у нее из рук 100-долларовую купюру. И деньги как будто просто исчезли. Однако ваша знакомая думает, что ее забрал один из клиентов. Но, разумеется, никто не хочет признаваться в краже денег. Вы просите всех посетителей пройти в офис вашей знакомой. Но одна женщина поднимает скандал. Это просто немыслимо быть обвиненной в воровстве. Вот, можете проверить мои сумки прямо сейчас. Пожалуйста, пройдите со мной в офис. Там мы во всем разберемся. Говорите вы. Но после того, как женщина отказывается, вы звоните в полицию. Почему? Женщина стоит на 100-долларовой купюре. Если она последует за вами, то все увидят деньги. На следующее утро, дождливое и мрачное, вы приступаете к следующему делу. Чтобы разобраться во всем, вы приезжаете в офис крупной международной компании. Там работает Ребека, девушка, которая вам звонила. Она говорит, я только что вернулась с позднего завтрака и обнаружила, что всего час назад кто-то ударил по голове нашего менеджера по персоналу. Вы решили расспросить людей, которые в то время находились в офисе. Лаура – соискатель. Она говорит, что немного разозлилась на менеджера по персоналу. Он заставил ее ждать намного дольше назначенного времени. И все же, сказала девушка, я бы никогда и никого не смогла бы ударить. А еще у меня просто не хватило бы на это сил. Гарри, который работает в отделе маркетинга, утверждает, что не видел менеджера по персоналу с тех пор, как тот пришел на работу. Он был на совещании с самого утра и до обеда. Джейкоб из отдела исследований и разработок ответил, что он ездил на велосипеде в кафе, чтобы выпить капучино, и только что вернулся. Вы сразу поняли, кто ударил менеджера по персоналу. Это был Джейкоб. И его велосипед, и одежда сухие и чистые. Как же это возможно, если на улице идет дождь? Вы вышли из кабинета Ребекки и услышали, что на телефон пришло оповещение. Это сообщение с каким-то неизвестным вам адресом. Вы тут же туда отправляетесь. У дверей большого в здании вас встречает мужчина. Он очень заволнован. Когда вы входите в большой темный зал, то видите два контейнера, наполненных прозрачной жидкостью. Внутри плавают две женщины. Они выглядят одинаково. Одна из них моя жена, но я не могу понять, какая именно. И мне можно открыть только один контейнер. Вы обходите контейнеры с женщинами и осматриваете их. Затем вы указываете на один из них. Это ваша жена. Как вы это поняли? Мужчину зовут Марк. Это написано на его куртке. Его жена – женщина с татуировкой на руке в виде буквы «М». Ваш телефон снова подает звуковой сигнал. Это сообщение от вашего друга-детектива. На экране всего одно слово. Помоги! Но это уже совсем другая история.